Добрый день. Вероятно, в преддверии выборов поступил вопрос относительно необходимости проверки психического здоровья кандидатов на ту или иную должность, выборную должность. Надо сказать, что эта тема поднималась уже неоднократно и, в общем-то, определенный смысл, конечно, в этом есть. То есть, если уж мы требуем справку из ПНД, НД, психоневрологического диспансера, наркологического диспансера на вождение, на оружие справку, и не просто справку, а проведение, а свидетельствование тремя врачами-психиатрами, то, наверное, логично, что если человек претендует на высокую должность, будь то депутат, будь то президент, или мэр, или губернатор, правда, последних мы не выбираем, то, очевидно, что его психическое здоровье, ну, по крайней мере, не должно вызывать сомнений. Вопрос в другом. Формальности, с точки зрения, сделать это не так уж и сложно. Другое дело, что даже если такая норма будет введена, ну, можно быть стопроцентно уверенным, что все, кто нужен, даже если они не совсем здоровые, даже если они не слишком умны, даже если они, ну, прямо скажем, откровенные психопаты, они легко все эти комиссии пройдут. Создать какую-то независимую комиссию для оценки здоровья, психического здоровья кандидатов в депутаты, там, или на какие-то еще высокие должности, конечно же, можно, но, как показывает мой опыт работы, в том числе и в ведомственных, очень серьезных учреждениях, что при желании, оказывается, вполне вероятно, что человек, имеющий такой диагноз, как шизофрения, продолжает работать в закрытом учреждении, имеет доступ к секретным материалам, причем допуск не самый простенький, хотя, по идее, малейший неврозик при работе на его должности должен был бы заканчиваться увольнением. Но, тем не менее, у него хорошо стоит родственник другой, и человек продолжает работать. Не знаю, правда, каким образом вообще тот конкретный пациент, который лечился, у нас мог продолжать с этим диагнозом работать, потому что даже говорить-то, в общем-то, мог с большим трудом, и все не по теме. Но, тем не менее, факт остается фактом, работал в этом учреждении, не проблема. И я думаю, что если даже ввести такую норму, как обязательную проверку, или освидетельствование, или еще что-нибудь, то абсолютное большинство правильных кандидатов ее пройдут. А вот для того, чтобы неправильных кандидатов, которые что-то не то и неправильно говорят, отсечь, вследствие того, что они просто психически больны и не могут озвучивать свои идеи, вот для этого такой инструмент вполне даже и подойдет. Собственно говоря, все это мы уже проходили во время Советского Союза, когда люди, которые имели отличное от других мнение, просто не все, конечно, но отдельные товарищи, объявлялись шизофрениками и помещались в дурдом, ну а дальше уже, в общем-то, что что дурака слушает, он там лежит и ничего не соображает. Дурака в данном случае имеется в виду цитата, а не отношение к пациенту. Вот, поэтому, если даже такая норма будет введена, по-моему, она будет начисто лишена какого бы то ни было смысла в плане действительно реального, реальной оценки психического здоровья, а вот в качестве еще одного инструмента держать и не пущать, она, в общем, даже будет работать. Так что, я думаю, не стоит заморачиваться на эту тему, ну, по крайней мере, пока нам это не спустили откуда-то свыше, тогда уже будут, как обычно, наши проблемы. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com Всего вам хорошего, до свидания.